Когда мы страдаем от недостатка денег, то забирают, становится хуже. Но если мы страдаем от болезни, это не забирают. Как причину страдания? Почему так? Заболевание есть наказание. Заболевание есть наказание за то, что человеческая душа в человеческом теле мучается. Отчего она мучается? Дело в том, что душа рождена для того, чтобы стать духовной, а человек рожден и человек хочет и считает, что душа рождена для того, чтобы радоваться и получать удовольствие от той жизни, в которой она находится. А человек устроен так, что он придумывает для себя удовольствие от других. Он придумывает удовольствие в том, чтобы ругаться, чтобы обманывать, чтобы критиковать, чтобы злиться, орать. Если разобрать людей, то что больше всего испытывает человек на протяжении дня? На каком уровне он находится? Если он все время в состоянии угрюмости, печали, его что-то раздражает, он все время ему плохо, он ко всем имеет дело, все вокруг ему мешают, он там себя загоняет. Он не виноват на самом деле. Его душа начинает от этого страдать. Когда душа начинает от этого страдать, она помогает создавать болезни. И таким образом человека наказывают. И человек страдает от физической болезни, но душа не страдает. Почему? Душа знает, что освободившись от этого бренного тела, она может вновь объединиться с Господом и быть вновь счастливой. Поэтому болезнь для человека является оскорблением его души, потому что он испытывает состояние страдания, а жизнь ему дана для того, чтобы испытывать состояние радости. И вдохновение, радость, удивление, счастье, общение. Есть разные виды радости. Знаете, для кого-то радость это созерцание, для кого-то слушание, для кого-то обнимание, для кого-то радостью может являться. Вообще не надо искать радость. Нужно быть тем человеком, которому приятно жить. Это и есть радость. Она не обязательно должна быть акцентирована. Она может быть такой пассивной. Но есть люди, которые ее не хотят замечать. То есть нет радости. Вот знаете, я часто замечаю таких людей, которые живут в семьях, вот мужчина, женщина живет, но детей как бы не замечают. А есть те, которые замечают. Вот я, допустим, я взрослый папа, и у меня маленькие дети. Я замечаю радость от того, что эти дети есть. Вот мне хочется их потрогать. Мне хочется с ними пообщаться. Мне нравится. И вот эта радость, она возникает у меня в груди. Она не связана ни с хлебом, ни с добычей денег. Она ни с чем не связана. Но она такая приятная. Она такая особенно приятная. Такая особенная. Вот она есть. Вот чем больше радости вот здесь возникает у человека, наверное, ее можно назвать духовной, тем счастливее человек. Это знаете, я когда-то рассказывал притчу. Два человека идут и ходят они там по, допустим, по какому-нибудь музею. Там в Риме или в Париже. И великолепные картины, великолепный ремонт, великолепный дизайн, великолепные... Все очень красиво. Великолепный пол, и потолок, и свет, и выставочное полотно красивое. И так все красиво. И один выходит и говорит, как же мне это понравилось. До чего же мне так приятно. До чего же это красиво. Он получил удовольствие сердечное. От созерцания, от понимания. Эстетическое удовольствие. А второй говорит, нет, нет, мне вообще не понравилось. Почему тебе не понравилось? Так вот под стол посмотрю, пыль. На рамах пыль. Там грязно, а там что-то отчерклено. Так и в жизни люди. И в жизни люди.